Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей с изображением Севастополя и Владивостока, соответственно, поступили в банки Нижегородской области. Банкноты не являются памятными и будут постепенно вводиться в оборот. Значит, совсем скоро они должны появиться в кошельках нижегородцев. Новые купюры отличаются от своих предшественников дизайном и дополнительными водяными знаками. Для новых банкнот использован самый современный защитный комплекс. Эти банкноты удобны для использования для людей с ослабленным зрением. Цифры номинала крупные и обладают повышенным рельефом. Впервые в истории на купюрах расположили QR-код, который скрывает под собой официальную страницу Центрального банка России. Эту метку можно обнаружить в правом нижнем углу банкноты. Сохранились и более традиционные элементы, которые можно проверить самостоятельно. На банкноте 200 рублей – это изображение памятника затопленным кораблям в сочетании со светлым числом 200. На банкноте номиналом 2000 рублей – это мост на фоне солнца с светлым номиналом 2000. Также на деньги нанесены голографические нити. Купюра номиналом 2000 рублей обладает оптическим элементом в виде золотистого кольца. Он становится виден при покачивании банкноты. Для надежной проверки купюр необходимо проверить не менее трех защитных элементов. Стоит напомнить, что данные банкноты были презентованы Банком России еще 12 октября. История у них очень интересная. Это впервые банкноты были изготовлены с участием жителей нашей страны. Помните, наверное, всенародное голосование. Самое удивительное, что в этом голосовании приняли участие более трех миллионов человек. Специалисты банковского дела сообщают, что не все кассовые аппараты и терминалы перенастроены для новых банкнот. То есть их просто не примут за деньги. Однако работа по обновлению техники ведется.